В триатлон очень интересный я пришла, даже все мое детство прошло в легкой атлетике. И в принципе, когда результаты уже на каком-то уровне застыли, мы с тренером сидели, читали Спортэкспресс и прочитали такую заметочку, что прошел зимний чемпионат России по триатлону. Что такое триатлон? Плавание, велосипед и бег. Ой, слушай, ну они пробежали-то вроде как даже на уровне на таком, что ты бежишь быстрее. Ехать на велосипеде 40 км в час – это ерунда, а плавать в принципе ты умеешь. Может быть попробуем? Я такая, а что не попробовать, дайте попробуем. Ну вот так вот абсолютно случайно и получилось. Решили попробовать, понимая, что ехать 40 км в час на велосипеде – это достаточно быстро, это надо очень много здоровья. А плавать в принципе, ну я могла проплыть 50 метров, а чтобы плыть полтора километра, ну это конечно… Ну скажем так, за первые полгода я потерял 6 или 7 кг в весе, сразу же, когда я начала тренироваться, только плавание. Как вы ощущаете себя в триатлоне? Это только тяжелые физические нагрузки или же одновременная форма самореализации? Ну конечно, на самом деле, пока ты тренируешься, тебе тяжело. И ты же иногда и бежишь и думаешь, боже мой, зачем же я в этом спорте и все. Как только все это заканчивается, фу, какая я молодец, как здорово, что я это сделала. С тренировками там, ну это не важно, тренировка. На стартах, конечно, таких мыслей никогда нет, не возникает, потому что на старте только вперед. А вот на тренировках такое бывает. И вот был перерыв, не тренируешься где-то, что ты понимаешь, что ты не можешь. Лучше тебе не хочется, но ты вышел, побегал и тебе после этого хорошо. Что для вас сейчас является приоритетом в жизни? На что направлено ваше внимание? Семья на первом плане сейчас, потому что там двое деток, муж, и приходится все-таки успевать отвезти ребенка в школу и привезти, и на секции, и еще потренироваться. И в принципе такая кутерьма, конечно. Как вы думаете, ваши дети тоже станут спортсменами? Не знаю, как пойдет, никого не принуждаю. Старшая дочка сейчас занимается плаванием. Младшая, как Юла, конечно, не знаю, что будет, выберет ли она спорт, либо нет. Потому что и рисовать они очень любят. Может, в другом направлении пойдет. Я не хочу принуждать, потому что я понимаю, насколько это тяжело. Ольга Заусайлова считается возрастной спортсменкой. В этом плане, как вы расцениваете ее шансы на предстоящих всемирных военных играх в Южной Корее? Триатлон – это спорт в общей выносливости. Самый пик у триатлонистов наступает после 30 лет. И не случайно, что сейчас ввели эту категорию сеньоры. Мы возлагаем на играх, возлагаем на нее чисто первое место. Надо задача в ней стоять, всех сбросить с педестала. Так как она сейчас самая сильнейшая в Европе среди военных спортсменов. Ну и, соответственно, и на равных борется на мировом уровне. Субтитры создавал DimaTorzok